К другим темам в областном правительстве подвели итоги работы реального сектора экономики за прошлый год. В ходе объединенного заседания губернаторского совета по инвестициям и совета по промышленной политике прозвучали весьма обнадеживающие цифры. Некоторые из них превысили общероссийские показатели. Эдуард Истомин подробнее. Объединенное заседание открыл губернатор Алексей Русских. Он отметил, что 2023 год прошел в условиях санкций Запада, а это потери прямых инвестиций в экономику. Но свято место пусто не бывает, и область с честью справилась с вызовом. Возникшую пустоту мы сумели превратить в окно возможностей и использовать эту ситуацию как повод, трамплин для дальнейшего, еще более интенсивного развития. Индекс промышленного производства почти 111%. В обрабатывающей отрасли больше 113. Это выше средних общероссийских показателей. Общую картину дополнила Марина Алексеева. Я лишь добавлю, что это четвертое место в округе и 17 место в стране. Помню, как мы переживали все с вами падение этого индекса в прошлом году. Флагманом экономики стала оборонка. За ней тянутся и другие отрасли. В планах УАЗа реализация сразу нескольких инвестпроектов. Это запуск производства систем пассивной безопасности, локализация моторного производства, еще один проект связан с выпуском новых авто. В сентябре этого года по полному циклу было запущено производство автомобилей «Арго». Соответственно, на следующий год планируется развертывание производства, увеличение объемов выпуска. Новые проекты – это больше 5 миллиардов собственных инвестиций, плюс федеральные средства. В области также перезапустят производство ветра лопастей. Проектная команда работает в режиме нон-стоп. Степень локализации производства уже в первый год работы достигнет 85%. Старт производства запланирован на третий квартал 2024 года. Порядка 400 работников планируется в новом предприятии. Выход на проектную мощность – начало 2025 года. Объем инвестиций оценивается в 1,7 миллиарда рублей. В 2023 году в регионе реализовали 10 инвестпроектов. На очереди еще 14. Кроме того, подписано 11 новых соглашений. В ходе заседания руководителям предприятий и сотрудникам министерств вручили благодарственные письма от губернатора за сохранение экономической стабильности в регионе. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск.